Всем привет, сегодня у нас пересказ сюжета второй серии третьего сезона сериала 2011 года. Черное зеркало. Я не знаю кто я. Утрата отца сильно подействовала на мужчину по имени Купер. После его смерти он решает отправиться путешествовать по всему миру. Выбрав нужный день, он тайком покидает родной дом. По пути ему звонит мать, но Купер не желает с ней общаться после гибели отца. В самолете он играет в игры на своем телефоне, а после веселится с девчонкой по соседству. Чтобы позабыть о негативных эмоциях, он странствует по разным странам и городам. Приехав в Лондон, вначале он отправляется на экскурсию с гидом. Чуть позже, зайдя в кафе, Купер видит влюбленную пару и тоже решает найти себе девушку с помощью приложения для знакомств. Вечером он приходит в бар на свидание с IT-журналисткой по имени Соня. Купер рассказывает о том, где побывал и с какими трудностями посвстречался у себя на пути, пытаясь тем самым произвести впечатление на девушку. Ему удается это сделать и он проводит с ней ночь. Утром Куперу снова звонит мать, но он продолжает ее игнорировать. За завтраком Сони советует ему найти общий язык с матерью, но он пока не готов к этому. В середине дня парень отправляется к банкомату, чтобы снять деньги для покупки билета домой. К его удивлению счет пуст. Позвонив в банк, он узнает, что его обокрали, оставив без гроша в чужой стране. Позвонить матери и попросить денег он так и не решается. Не желая оставаться на улице, ему приходится вернуться к Соне. У нее дома он начинает подыскивать заработок в приложении для работы. Купер натыкается на предложение компании с Итагему, которой нужен любитель острых ощущений. Сони говорит, что это весьма известная компания в сфере игр, и все их разработки постоянно наводят шумиху в мире IT. Также рассказывает, что о новом проекте никому ничего не известно, и предлагает Куперу побольше узнать о нем и продать информацию. На следующий день он отправляется в офис компании. Там его встречает работница по имени Кэти. Вначале она проводит Купера через помещение, где сидят разработчики и тестировщики игр. А затем отводит его в белую комнату для тестов, при этом выключив его телефон для безопасности. Там Купер изучает договор, он замечает, что не хватает страницы для подписи. И тогда Кэти покидает его ненадолго, чтобы взять другой договор. Тем временем Купер пользуется моментом, он включает свой телефон и начинает пересылать фото с технологией Sony. Вернувшись в комнату, Кэти начинает демонстрировать Куперу новую разработку. Возле головы прикрепляют датчик мозговых волн, а после вживляют в затылок небольшое устройство, которое они называют грипп. Далее Кэти раскладывает небольшие круги на поверхность стола. Потом начинает инициализацию со своего ноутбука. Во время загрузки данных, Куперу звонит мать, но Кэти сразу сбрасывает звонок и снова выключает телефон. Когда технология полностью загружается, Кэти начинает проводить тесты. У Купера перед глазами появляется 3D-модель суслика из игры. Потом он начинает играть, пытаясь ударить его, пока тот прячется в норках. Пока Купер увлечен игрой, Кэти продолжает анализировать мозговые волны. Затем игра заканчивается и она начинает проводить небольшой опрос. Купер весьма удивлен, узнав, что это всего лишь демо-версия, и соглашается пройти бета-тест. Чуть позже Кэти отводит его к главе компании по имени Шу. Купер хвалит его за такие огромные успехи. Потом он усаживается в специализированное кресло, а Кэти начинает загружать ему нейросеть игры, которая будет использовать собственные страхи человека. Это самая новейшая технология, которую невозможно обмануть. Она будет подстраиваться под опыт Купера, тем самым пугая его как можно сильнее. Вечером его отвозят в дом, где Купер и будет играть. Правил для игры никаких нет, ему нужно всего лишь посидеть в этом доме одному, пока не станет слишком страшно, чтобы продолжать. Также Кэти дает ему наушник для связи и говорит все, что он увидит, не причинит ему никакого вреда. Затем они придумывают стоп-слово в случае экстренной ситуации. Кэти желает ему хорошего вечера и оставляет Купера одного. Первым делом он начинает осматривать дом и находит на кухне бутылку вина. При этом Кэти беседует с ним через наушник. Купер наливает себе бокал безалкогольного вина и начинает расхаживать с ним по дому. Его внимание привлекает картина с домом, точная копия того, в котором он находится. Чуть позже он разжигает камин и усаживается перед ним. Потом берет книгу и начинает читать. Внезапно появляется небольшой паук и пугает его. Ему удается раздавить его, после чего паучок просто исчезает. Затем он замечает, что на картине, которую он смотрел, загорелся свет. И появился силуэт мужчины. Потом он слышит на втором этаже посторонние шаги. Купер решает проверить, что это за шум. А чуть позже перед ним появляется мужчина в костюме 19 века, у которого лицо задира из школы Купера. Но этот образ не сильно пугает его, и Купер продолжает развлекаться. Он идет на кухню, чтобы подлить себе вина. Полностью расслабившись, он берет себе печеньки. А также предсказывает, что за дверью будет стоять мужчина. Так и происходит, однако появляется монстр паука с человеческим лицом, который сильно пугает Купера. Он рассказывает Кэти, что видит и неожиданно теряет связь с ней. Оставшись без связи, в дверь начинают стучаться. Открыв ее, он встречает там Соню, девушку, с которой он недавно познакомился. Она говорит, что Купер находится в опасности и заходит в дом. Купер думает, что Соня не настоящая, а очередной образ из головы. Однако прикоснувшись к ней, он чувствует ее и понимает, что она реальна. Но все же не собирается верить ее словам, думая, что она нанята компанией. Продолжая расспрашивать Соню, он ловит ее на ошибки в словах и тем самым доказывает, что она не настоящая. Затем Соня начинает рассказывать, что это она похитила деньги с карты, чтобы заманить сюда. Потом она берет из стола нож. Снова появляется монстр паук. А Соня втыкает нож в спину Купера. Они начинают драться. Во время драки лицо Соня трансформируется. А потом Купер убивает ее и начинает кричать. Вскоре все исчезает и боль пропадает. Кэти восстанавливает с ним связь, и он рассказывает ей, что чувствовал боль. Хотя в условиях было сказано, что он ничего не почувствует. Поняв, что эксперимент зашел слишком далеко, он решает остановить его и говорит стоп-слово. Через наушник Кэти говорит ему, что начинает процесс деактивации, но при этом ему нужно дойти до точки доступа. Купер поднимается на второй этаж и перед дверью останавливается. Он говорит Кэти, что за дверью будет очередной монстр, который напугает его. Но Кэти уговаривает его продолжить путь. Собравшись с духом, Купер все же открывает дверь. К его счастью, там ничего нет. Однако Кэти смеется в наушник и говорит, что никакой точки доступа нет. Она хотела убедиться в том, что полностью сломила Купера, и теперь он будет подчиняться без вопросов. Затем она начинает задавать ему вопросы. Про мать и о том, где он вырос. К удивлению Купера, он ничего не помнит и начинает терять память. Полностью отчаявшись, Купер начинает разбивать зеркало. Затем берет стекло и начинает вырезать устройство. Но приходит охрана и останавливает его. Потом в комнате появляются Кэти и Шу. Изучив данные, они понимают, что не смогут остановить работу устройства, потому что оно захватило целые отделы мозга. Шу просит у него извинения от лица компании, а после приказывает увезти Купера к остальным. Купер начинает кричать и приходит в себя в комнате, где он только познакомился с Шу и ему вживили нейросить. Оказывается, эксперимент длился всего одну секунду. Компания приносит ему свои извинения и он покидает их. После всего, что с ним случилось, он все же решается вернуться в родной дом и наладить отношения с матерью. Придя домой, он находит ее в спальне на втором этаже. Она сидит на кровати и плачет. Купер пытается поговорить с ней, но она почему-то никак не реагирует на его присутствие. Затем она начинает набирать его номер на телефоне. В итоге выясняется, что Купер на самом деле все еще в белой комнате. Из-за звонка от матери у него начался приступ. В конечном итоге он умер, крича перед смертью слова «мама». Кэти делает последние заметки у себя и отмечает, что тест продлился всего 0,04 секунды. На этом мой рассказ окончен. А как вам вторая серия третьего сезона «Черного зеркала»? Напишите об этом в комментариях.